В последнее десятилетие XVIII века в русской литературе сложилась устойчивая традиция противопоставления вещественного публичного монумента и вечной памяти в потомстве. Эта идея истинной славы, которая сохраняется без помощи каких-либо материальных посредников, восходит к античности. К ней обращался Цицерон, Гораций, Тацит. Но в русскую литературу, как кажется, эту идею ввел Ломоносов вместе со своим переводом от Горации Экзаки Монументум. Однако самым активным ее распространителем и самым успешным, как мне кажется, оказался Державин, который в целом был очень увлечен проблемой долговечности славы и неоднократно прибегал к противопоставлению памятника и памяти в своих произведениях. К этой идее он обращался в таких текстах, как «Памятник герою», «Мой стукан», «Отчасти вельможи», к которому мы еще вернемся, и в других произведениях. Но сейчас рассмотрим лишь один текст Державина, «Памятник герою», посвященный Николаю Васильевичу Репнину. Как мы видим, здесь добрая память о полководце, распространенная в последующих поколениях, напрямую противопоставляется тленному материальному монументу. И рассуждению о памятнике вообще предшествует описание правильной жизни Репнина, который сама по себе является залогом его бессмертия в потомстве и не нуждается ни в каких материальных артефактах для этого. Державинские тексты на темы памяти имели очень большое влияние на русскую литературу. И представляется, что в большинстве случаев именно вслед за ним поэты конца XVIII, I, III, XIX века на разные лады превозносили благодарность потомков, как единственную истинную почесть, доступную человеку, и стремились нивелировать значения материальных памятников, легко поддающихся разрушительному действию времени. Интересно, что иногда идея второстепенной значимости вещественного монумента появляется даже в текстах на публичную скульптуру. Например, в тексте для Полонеза, написанного по случаю установки бюста Екатерины в Московском благородном собрании в 1796, при жизни Екатерины еще, Михаил Магницкий подчеркивает, что право Екатерины на бессмертие обусловлено прежде всего славой о ее великих делах, молва о которых распространится по всему свету. Александр Семенович Шишков в надписи на памятник Суворову пишет практически то же самое. О славе полководца говорит не его скульптурное подобие, установленное на царицином лугу, а память о его делах распространена среди множества людей воочию, видевших его подвиг. Вернемся на минутку к памятнику героя. И отметим, что Державин в целом в этом тексте и вообще в целом был не склонен дифференцировать тип памятника. Несколько раз в этом тексте он несколько раз называет его по-разному. Сначала он говорит «сей столб», потом упоминает об образе полководца, то есть, видимо, о скульптурном воплощении, а далее говорит об обелисках, которые для него, видимо, представляют материальные знаки в целом. Кажется, поэты, следуя за Державином, также выступали против любых материальных памятных свидетельств, не особо их дифференцируя. И существует много похожих стихотворений, содержащих похожую идею, которые посвящены как антропоморфным монументам, как обелискам, а также богато украшенным гробницам и мавзолеям. И, собственно, вот этим двум последним образом и будет посвящен мой сегодняшний доклад. Приведем пару примеров конца XVIII века. Первый из них – это отрывок из сцены памятники Домета Милон, напечатанной приятным и полезным препорождением времени. Эта маленькая сцена передает разговор двух пастухов, рассматривающих разрушенную гробницу жестокого завоевателя. А после этого они пойдут поклониться могиле отца Домета, который при жизни был благодетелем своего края. В этой сцене писатель вполне следует тексту памятника героя. Разрушение роскошной гробницы властного воителя описано как справедливая кара за все его злодеяния. В сцене упоминаются те же элементы – шлем, меч, прах. Вместе с гробницей исчезнет память о нем, в отличие от памяти о доброделительном отце Домета, который всю жизнь заботился о благе других. Второй пример – это стихотворение Ильи Тимковского «К пышной гробнице», в котором мы видим тоже самое противопоставление. Простая могила, символизирующая праведную жизнь покоящегося вне человека, оказывается более почетной, чем привлекающая внимание мраморная гробница, украшенная скульптурой и золотом. Сделаем небольшое отступление и скажем, что такая система ценностей, при которой истинно великим человеком считался тот, кто трудился на общее благо, избегая тщеславия и излишеств, была сформирована на протяжении XVIII века в период французского просвещения. Этот постепенный процесс начался с критики культа роскоши и воинственности при Людовике XIV, а к концу века воплотился в реализацию проекта французского пантеона. Как это показал Жан-Клод Банне в исследовании, посвященном пантеону и культу великих людей во Франции, на протяжении этого столетия представление об аристократической чести, которая неизменно связывалась с воинской доблестью и героизмом, было заменено понятием умеренного великого человека не возносящегося над другими при помощи силы и сохраняющего собственное достоинство в мирной жизни, проявляя человечность и справедливость. Личные заслуги были заменены истинными заслугами, которые теперь не зависели от какой-либо социальной группы, а слава и истинное величие вообще были разойдены. То есть прославленный человек был неравен истинно великому человеку. Банне считает, что точкой отчета формирования нового представления о человеческом величии считается сочинение Фенелона, который первый позволил себе судить королей. Но помимо Фенелона проблемой определения истинного величия занимались аббат Сен-Пьер, Монтескьо, Руссо, энциклопедисты, которые последовательно пересматривали списки великих людей прошлого, вводя туда новых и исключая старых, как правило, воинственных честолюбцев. Все это имеет прямое отношение к мотиву осуждения роскошных могил и утверждению бессмертной памяти о делах скромного человека. Этот мотив продолжает свое существование и в литературе XIX века, особенно в Александровскую эпоху. В тексте «Монумент милосердия» не назвавший себя поэт описывает ситуацию справедливого посмертного суда. Некое божество, держащее меч урока, вершит праведный суд надумавшими. Елизавета и Екатерина расценены как благодетельные правители, в то время как различные воители стоят за облаком, им отказано в высшей почести. И поэты заключают описание этого действия критикой сооружения мавзолеев на могилах тщеславных воителей и утверждением вечного триумфа только для людей, праведных граждан. В другом анонимном тексте возникает образ могилы Суворова. Лаконичная надпись, на которой здесь лежит Суворов, должна была быть воплощением идеи, вот этой инстинной славы в том понимании, в котором она меня интересует. И упоминание этой надписи, которая вообще нередко встречается в это время, в десятые годы, в 1800-е годы, еще более показательно, если учитывать то, что воля Суворова отметить могилу именно таким образом не была исполнена в это время. Естественно, что этот мотив возникает и в стихах на смерть. Так Хвостов в надписи под названием «Надгробие княгини Дашковой» говорит, что самым крепким надгробным камнем для княгини оказывается, по-видимому, память о ее твердом духе и память о покровительстве искусством и наукам. А в 1816 году смерть самого державина послужила причиной проявления подобных стихов. И Борис Федоров вновь повторяет ту же идею о беспомощности, роскоши перед лицом сокрушающего времени, устоять перед которым может только истинный добродетель. Интересно, что Вадим Иразович Фацура упоминал о похожем мотиве в кладбищенских элегиях. Исследователь сформулировал его как «внесословное равенство всех людей перед смертью», которое, по крайней мере, в русской литературе, его мнению восходит в сельскому кладбищу Грея. В лирике пушкинской поры он приводит примеры русских элегий 1810-х годов, где поэты, сравнивая могилы богачей и бедняков, говорят, что и тех, и других ждет одинаковое забвение, и после смерти уже будет непонятно, кто богат, а кто беден, кто знатен, кто нет. И несмотря на действительное сходство тех примеров, о которых я говорю сейчас, с теми, которые писал Вадим Иразович, все-таки в приведенных мной примерах поэты стремятся подчеркнуть именно разность посмертной участи нерадивых богачей и участи истинно великих людей. Первых ждет забвение, вторые будут, авторы будут всегда помнить. И еще один пример более поздний, 1833 года, это посещение кладбища, опубликованное под псевдонимом автора Мячеслава и Роксан. Этот огромный текст, в целом тоже нечуждый элеглическому настроению, одновременно переполнен державинской образностью, и здесь мы видим опять то же самое противопоставление. В 1936 году мотив бессмысленной кладбищенской роскоши очень точно выразил Пушкин стихотворение «Когда за городом задумчив я брожу». В этом тексте тщетным потугом на посмертное величие, столбиком, праздным урнам и мелким пирамидам и другим затеям дешевого резца на городском кладбище противопоставляется простая могила в родовом имении. В этом тексте Пушкин, хотя и не вводит напрямую тему признания и посмертной памяти, но все-таки сохраняет вот это противопоставление городской кладбницы и простой могилы, подчеркивая дисгармонию городской кладбищенской среды и мирное слияние сельской могилы с окружающей ее природой. Однако в Николаевское время все меняется. Новый царь активно вовлечен в осуществление мемориализации событий Отечественной войны и различные проекты скульптурные, архитектурные, интерьерные осуществляются практически на протяжении всего управления Николая I. В это время идея тщетности памятного артефакта становится менее актуальной. И, конечно, официальная литература должна была как-то реагировать на эту насыщенную часть культурной жизни, и это особенно ярко проявилось в стихах на открытии Александровской колонны. Можно сказать, что в этих текстах поэты полностью реабилитируют памятное свидетельство, в данном случае колонну, но в целом реабилитируется скульптура и памятное, вещественное памятник. Памятник снова становится законным символом монархического величия и расценивается поэтами как самое надежное средство для сохранения памяти об Александре I, о великих событиях Отечественной войны и, что немаловажно, о мощи и силе Николая I. На экране несколько произвольных примеров произведений, написанных на установку колонны в 1832 году, их можно было бы очень легко умножить, этих текстов были написаны десятки. А вот примеры текстов на открытие колонны в 1834 году. И остановимся, пожалуй, только на последнем. Это одно из стихотворений, опубликованных в 1835 году Мирзой Джафаром Токчебашевым, талантливым преподавателем восточных языков Санкт-Петербургского университета. Оно вышло отдельным изданием, очень хорошего качества, то есть такая изящная книжка. И оно было устроено так. В нем было два стихотворения, одно было написано на персидском, второе на турецком. И к обоим к ним предлагались переводы. Как кажется, в эпоху наибольшего влияния России на Востоке, после успешного окончания русско-персидской и русско-турецких войн, это было очень уместное подношение Николаю. Остановиться на этом колоритном примере меня заставляет одна особенность. В обстоятельствах, когда вещественный памятник реабилитирован в поэзии, возможно прославление и мавзолея. И в конце текста, где Николай славится почти как восточный падишах, Александровская колонна названа мавзолеем, которую установил великий император во славу своего почившего брата. Как кажется, обаянию этой тенденции к прославлению пышных монархических памятников поддался и Пушкин. Точнее, он предвосхитил эту тенденцию. В 1831 году, когда имперско-патриотические настроения поэта достигли своего развития, он пишет стихотворение, посвященное могиле Кутузова в Казанском соборе. Как показал Марк Григорьевич Альтшуллер, в это время Пушкин наиболее положительно относился как к самому Николаю, так и к его политике. О подчеркнутом монархической позиции Пушкина во время польского восстания написаны, подробно написано в статьях Михаила Дмитриевича Беляева и Бориса Викторовича Томашевского. Напомню историю создания этого текста. Поводом для написания стала просьба Елизаветы Михайловны Хитрово перевести на французский стихотворение Дмитрия Струйского «Городница Кутузова». В ответном письме Пушкин уклонился от этого задания, сказав, однако, что написал другие стихи на эту же тему. И примерно через месяц он прислал и Хитрово вместе с брошюрой на взятие Варшавы, куда входили стихи Пушкина и Жуковского. Туда входил Кривотникам России и Бородинской Городовщине. Для начала обратимся к тексту Струйского. В целом это стихотворение написано по традиционной манере воспевания человека больших заслуг перед Отечеством. Струйский четко разделяет великолепие храма и простую гробницу Кутузова. Вся воинственная красота, как ни странно, связывается с архитектурой собора. Сияющие столбы, знамена с наполеоновскими орлами и еще и орошенные кровью. Далее он упоминает блеск металлов и огней. Одновременно сама могила кажется подчеркнутой простой на фоне этой роскоши. Поэт называет ее мирной, грустным камнем, простым гранитом. Струйский даже противопоставляет святыню храма. Как многие до него, поэт подчеркивает контраст между простотой угрюмостью камня и великим человеком, который лежит под ним. И в контакте не забывают упомянуть, что склонился и скорбел он к гробницею нетленной, очевидно, имея в виду не материальные воплощения, а некую духовную сущность. Теперь рассмотрим, что сделал с этим текстом Кушкин. Перед гробницей святой есть те же элементы роскоши, столбов гранитной громады, которые еще и золотятся. И пусть что светом лампад. Также он упоминает трофейные знамена, и это упоминание лишено всяких негативных коннотаций. Однако все эти элементы не противопоставлены могиле Кутузова, как это было у Струйского, а как бы являются частью ее. Весь храм оказывается чем-то вроде мавзолея полководца. И Кутузов спит под знаменами, окруженные вот этими роскошными гранитными столбами. Особенно интересна трансформация образа орла. У Струйского орлы Наполеона обозначают абсолютно определенную вещь, характерные скульптурные навершия французских наполеоновских знамен. У Пушкина же орел становится екатерининским орлом и оказывается характеристикой самого Кутузова. Однако кажется, что эта трансформация должна актуализировать еще один элемент екатерининской культуры. Образы скульптурных орлов, которые украшали памятные колонны и обелиски эпохи Екатерины. Представляется, что ассоциация между плеядой екатерининских государственных деятелей и скульптурных орлов хорошо ощущалась современниками Пушкина. Эту связь демонстрирует например отрывок из проемы Ваейкова «Искусство и науки» 1718 года, где Румянцев ассоциируется с орлом, украшающим его обелиск на морском поле, а орлов соответственно с орлом на чесменской колонне. Можно предположить, что в пушкинском тексте мы наблюдаем наложение образов друг на друга. Кутузов сам является орлом и одновременно с образом Кутузова ассоциируется с атрибутом монархической власти Екатерининской эпохи. Все эти знаки материальных почестей гармонически сочетаются с образом Кутузова и именно в этом имперском монархическом контексте Пушкин может называть его властелином, маститым стражем и даже идолом северных дружин, без всякой скромности, которая была прилична изображению великих людей во многих текстах, которые я описывала ранее. Пушкин не печатал этого стихотворения в ближайшие годы после написания. Возможно, хитрово показывало его близким людям, но для широкой публики оно было неизвестно. Актуализируется же текст перед гробницей святой в публичной печати в связи с другим стихотворением Пушкина, связанным с мемориализационными практиками. С текстом полководец написан в 1935 году и опубликованном в современнике 1836 года. Мы очень много знаем об этом тексте, так как он неоднократно становился объектом пристального изучения исследователей. Сейчас я ограничусь лишь указанием на некоторые работы, посвященные этому тексту. Это исследователи Вадима Еразмевича Васцура, Георгия Михайловича Коке, Андрея Григорьевича Стартаковского, Вадима Петровича Старка, Олега Анатольевича Проскорина и многих других. И, принимая всю сделанную работу над этим текстом, я попытаюсь осветить его со стороны важной для меня и важной для понимания стихотворения перед гробницей святой. Кратко напомню историю этого текста. Он был посвящен портрету Баркалайда Толли в военной галерее Зимнего дворца. Обращаясь к полководцу, Пушкин очень высоко оценивает его заслуги, как ему кажется, несправедливо забытые. И полностью умалчивает о Кутузове. Сразу после публикации это стихотворение стало предметом полемики. Превознесение Баркалайда Толли было расценено многими как антикутузовское выступление, а племянник полководца Логин Ивановича Беленищих-Кутузов даже решил издать брошюру с критическими замечаниями на это сочинение. После чего Пушкин посчитал нужным оправдаться и напечатал в журнале ответное объяснение, рассмотрением которого я закончу свой доклад. Сейчас вернемся к Державину. Его стихотворение Вельможа мне кажется является очень значимым претекстом для полководца. Замечу, что по указанию Олега Анатольевича Проскурина одну текстологическую параллель между полководцем и Вельможей уже отметил Ефим Григорьевич Эткинд в статье, которая, к сожалению, для меня недоступна сейчас. Однако мое дополнение касается скорее риторического построения двух этих текстов. Оба стихотворения имеют схожую риторическую структуру и полководец Вельможи начинается с отрицания. У Пушкина это отрицание великолепной роскоши царского дворца и утверждение, что простые портреты русских героев являются самым ценным украшением этого величественного здания. Удержали даже вполне в рамках той концепции, которую я задала ранее, это отрицание внешнего блеска, роскоши и противопоставления им истинных достоинств, которые только и может воспевать поэт. В первом и втором случае поэты подчеркивают, что не хотят воспевать праздность и роскошь. Выражение «алмаз венца хранится за стеклом и стукан за кристаллом», то есть с отрицанием в сне, как мне кажется, сохранили текстуальную близость и в первом на витрине. И мне кажется, без державинского текста вообще трудно понять, как этот венец попал в текст полководца. Помимо этого, пушкинское противопоставление мнения Черни и мнения поэта также параллельно тому, что можно найти в тексте Державина. В обоих текстах толпу привлекают поверхностные достоинства, выставленные на показ. У Пушкина это минутная слава, у Державина внешний блеск поддельной роскоши. Мне кажется, что Пушкин вполне осознанно привлек этот текст Державина, транслирующий идею умеренного великого человека, чье величие оценивается вне зависимости от его экстракритической принадлежности. И в этой связи кажется не случайным, что Пушкин обращается именно к портрету из военной галереи, которая является самым масштабным эквивалентом пантеона в России. Но этот пантеон имел свои специфические особенности. Он был создан по велению царя в его собственном дворце. Это подчеркивается в начальной строкой стихотворения. И портрет Барклая был расположен там также в соответствии с царской волей. Я попробую предположить, что Пушкин в полководце мог предлагать обществу некоторую программу, которая могла бы объединить сословно-монархические взгляды с элементами культа великих людей, который мог составляться не невежественным народом, а справедливым судом образованных людей. Он призывает общество переоценить деятельность Барклая в соответствии с его истинными заслугами. И вне зависимости от слепого и пуйного века, который ругается над героем, оценить так же справедливо, как это сделал Николай, разместивший его портрет в галерее и установивший его статую Казанского собора. Когда же Николаевское общество осыпало поэту упрёками, в своём объяснении он особенно сетует на то и подчёркивает, что раньше Николай был осуждён не только народом ожесточённым и негодующим, но и опытными воинами, то есть его товарищами. И вероятно, осознав, что его хулители и по прошествии лет не готовы пересмотреть свою оценку защищаемого им героя, Кушкин оканчивает своё оправдание предъявлением стихов на гробницу Кутузова, которые, очевидно, должны были соответствовать вкусам николаевской публики. И можно сказать, что поэт преподносит того самого истукана за кристаллом, который может успокоить возволновавшуюся черну, убедив её своим понятным внешним величием дезискру. Спасибо. Спасибо.